Игорь Геннадьевич, скажите, кто не сможет точно принять следующий матч, состава, конечно, не буду точно спрашивать, но и в принципе, как команда готова, как вы хотите себя чувствовать после возвращения сборных команд? Ну, слава богу, все живы-здоровы, поэтому придется немножко по составу долг поломать, так-то примерно в голове процентов на 95 состав уже есть, вот, ну, со сборной вернулись все в хорошем настроении, единственное, то, что осечка в чемпионате, ну, про эту осечку мы уже забыли, вот, это уже как бы в историю, сейчас готовимся к спортингу, есть желание как бы три очка, потому что, да, мы знаем, что нам и одного очка хватит именно со спортингом, но мы будем играть на победу, вот, это в том плане, что никто коэффициент баллов не отменял для России, вот, поэтому будем играть на победу, это футбол, а там уже игра пока. Если в прошлом матче со спортингом вроде все получилось, получилось победить, самое главное, значит ли это то, что теперь дома стоит играть примерно по такой же схеме? Мы выберем схему из зашней игре, так вечером еще тренерским штабом посидим и подумаем, еще время есть, вот, ну, будем выбирать схему ту и тактику, которая должна принести на удачу, успех в этой игре. Все команды европейские, которые в рамках евро-турниров приезжают в нашу страну, приезжают к зиме, очень любят говорить про то, что у наших команд преимущество, мы привыкли играть в холодную погоду, они все такие себя теплолюбивые. Считаете ли вы это преимущество, будет ли нашей команде в связи с этим легче? Ну, легче тоже не будет, я не думаю, что это преимущество. Мы в 2001 году играли с израильской командой, примерно с 15. Ну, проиграли 1-0, так что преимущество, не преимущество, это домыслы, я думаю, такого нет. Болельщики очень негативно на форумах уже успели отреагировать на то, что и сапанского арбитра на матч с португайской командой поставили. Обратили ли вы на это внимание, как отреагировали? Не, не обращал внимания, какая разница, кто судит. Так что еще раз повторюсь, что Лига Европы и Лига чемпионаты, такие турниры, что судьи, я думаю, работают так во время игры, как они могут. Ошибаются все. Так что я даже не знал, что судь. Я тоже сейчас знал, что испанцы судьи. Как Гильермо поздравили с получением российского гражданства? Что для вас значит это событие? Ну, это, конечно, облегчило. В том плане, что в чемпионате, в связи с лимитом, можем одного легионера еще выставлять на матч. Это первое. Во второе поздравили перед тренировкой, когда он получил паспорт. Правда, паспорт еще не видел, сейчас, может, покажет. Он сказал, что пускай готовится в армии, служить-то надо всем. Он уже не призывной. А, два детей? Паспорт еще не видел.